Приветствую, друзья! Ну, вы знаете, что я всегда даю какие-то уникальные контенты, поэтому я вам сейчас расскажу, как решить любой вопрос. Это как вспомнить забытую фамилию. Сила трёх попыток, помните, в спорте. Ну, даётся три попытки штанги, например, поднять или перепрыгнуть там планку. Вот пример я вам расскажу. Вспоминаешь, например, фамилию забытую и делаешь тоже несколько попыток. Ну, напрягаешься вспомнить, напрягаешься вспомнить, не получается. Потом отвлёкся или немножко успокоился, она сама всплыла. Или забыл ключи. Нервничаешь, куда положил, отвлёкся после стараний поиска. Успокоился от прежних попыток напряжений. Я вспомнил. Вот три попытки выкашливания, например. Когда кусочек застрял, никак выкашлиться не можешь. Один раз попробовал, не получается. Второй раз попробовал. Третий раз попробовал, не получилось. Потом минутку перестал об этом думать. Чем-то переключился, отвлёкся. И вдруг появился позыв и легко выкашлился. А вот я вам расскажу ещё один случай, очень интересный. Я рисовал. Погас свет. Мне надо было подняться и закрутить лампочку другую на потолке. Я в центре был, там на таганке ещё работал. И вот я тащу стремянку, ставлю эту стремянку. А сам-то рисовать хотел, но куда денешься, света нет. Я лезу на эту стремянку, она качается. Но страх. Я слез с этой стремянки. Потом ходил, ходил. Думаю, не, надо всё-таки закрутить лампочку. Опять полез. Опять качается. Опять слез, махнул рукой. Думаю, не получится, ладно, не буду рисовать сегодня. Потом, через несколько минут, появилось желание ещё раз попробовать. Я спокойно залез и закрутил лампочку. Но опять же, попытки были. Попытки напряжения к достижению цели. Потом не получается, потому что страх ошибки, страх неудачи. Не получается. Была пауза какая-то небольшая, там минутки две. Опять полез и получилось. Но в чём механизм? Вот интересно, да? Потому что мы находимся в доминанте исходного состояния. Это называется психологическая инерция. В этой доминанте. И вот когда, например, вспоминаешь фамилию и боишься ошибиться, или что ты, торопишься, напряжение у тебя пик. И ты не можешь вспомнить. Но когда ты делаешь несколько пиков, с некоторыми паузами, потом отвлёкся, и она сама всплыла. То есть, по существу, как говорится, стучись и откроет тебе. Сим-сим, откройся дверь. Та же сказка. Теперь послушайте. Это же лежит и в разных техниках дыхания. Ну, есть такая техника, когда ты пытаешься задержать дыхание, не получается долго. Задержать дыхание не получается долго. Пытаешься задержать дыхание, не получается. Потом дышишь свободно. Потом ещё раз попробовал задержать, и уже можешь дышать, не дышать долго. Я вам говорю, как есть, потому что я пробовал эти разные методики. И я вам сейчас рассказывал, что всё это построено на пике напряжения, пике напряжения, пике напряжения, релаксация, а потом пик напряжения с достижением цели. Таким образом можно решить любой вопрос, а я занимаюсь изобретательством. И дружу с мастерами ТРИС, такими, как Виссарион, Сибиряков, такими, как Калошин, ну, такие, с Мишей, мастером ТРИС. Так я вам хочу сказать, что вот это вот зависание, невозможность что-то сделать из-за перенапряжения, но если ты стараешься, 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 попытки. Потом переключаешься, и оно получается. Павлов тоже, великий Павлов говорил, я переключаюсь всё время, всё время занимаюсь той или иной работой. Поэтому иной был гениальный физиолог. Главное научиться переключаться. А этому мы учим в нашей школе Человек будущего, Homo Futurus. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь на Telegram обязательно, там очень интересно. Я много буду вам рассказывать, и у меня будут сейчас интересные собеседники, которых мы ждём. До встречи, друзья!